Совсем недавно команда провели два матча в чемпионате России. Тогда торпедовцы одержали победу и затем сыграли в ничью. Это позволило нижегородцам закрепиться на восьмой строчке турнирной таблицы по рематч-суперлиге. Кубок – это отдельный турнир. Здесь все решается не на длинной дистанции, а в двухматчевом противостоянии. Учитывая проблемы тюменцев с составом, экс-чемпион уже не выглядит стопроцентным фаворитом. Первый тайм уходит на разведку, хотя вроде бы команды друг друга уже успели изучить, но здесь все иначе. Это все-таки разные турниры, там мы играли чемпионат, здесь у нас кубок. И все-таки весь результат он решится в ответной игре, поэтому очень осторожно команды подошли к первому тайму и не хотели рисковать ни одни, ни другие. Зато в середине второго тайма забивает Иван Абжорин. Отметим здесь блестящий проход Азиза Муждакова. Снова экс-тюменец приносит удачу торпеда. Через семь минут забивает Максим Емельянов 1-1. Но тут же, как и в матче чемпионата, Дмитрий Зайцев делает голевую как раз на Азиза Муждакова. Ну и куда же без гола Максима Серебрякова? Лучший бомбардир в истории клуба обходит своих партнеров и в этом сезоне, в каждом турнире. 3-1 победа торпеда. Ответный матч кубка состоится в Тюмени 21 января. Следующий матч чемпионата России торпеда проведет на выезде 9 и 10 января против Динамо Самары. Этот же год торпеда заканчивает удачно. Александр Быков, Валерий Шакуров. Время новостей.